Иголка с чёрной нитой. Девочки, ну придумайте. Да-да-да, будьте добры, помогите. Пришла Фёдорова. Сейчас у неё там... Ну, она приводит себя в порядок. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Сейчас и ваза будет, и всё будет. И Фёдорова будет. Итак, дорогие друзья. Сегодня у нас третье мероприятие из цикла 90-летия Челюскинской эпопеи. Это мероприятие посвящено конкретно одному из челюскинцев, Герою Советского Союза, Эрнсту Теодоровичу Крэнкелю. Герою Советского Союза, доктору географических наук, легендарному полярнику Эрнсту Теодоровичу Крэнкелю мы чествуем сегодня радиста, мирового рекордсмена по дальности радиосвязи, коротковолновика, который в январе 1930 года, зимуя в бухте Тихой на земле Франца Иосифа, обменялся сообщениями с американскими полярниками Ричарда Берда в Антарктиде. Была связь с Северным полюсом, Южным полюсом. Это было в 1930 году и сделано руками, ключами Эрста Теодоровича Крэнкеля. Мы восхищаемся им, как участникам первого в истории сквозного плавания на ледокольном пароходе Сибири-Колст по Северному морскому пути из Белого моря в Берингов пролив за одну навигацию. Мы славим Эрнста Крэнкеля, участника легендарной челюскинской эпопеи 1933-1934 годов и первой в мире дрейфующей станции СП-1 в 1937 году. Инициатором сегодняшнего мероприятия является Общественный комитет челюскинцы при активном участии Теодора Эрнестовича Крэнкеля и его семьи и Кашлакова Владимира Дмитриевича как руководителя координационного комитета. Позвольте от имени комитета челюскинцы сердечно поблагодарить Российское историческое общество и лично Сергея Евгеньевича Нарышкина и Руслана Григорьевича Гакуева за поддержку идеи празднования 90-летия челюскинской эпопеи и установления звания Героя Советского Союза а также за участие в данном мероприятии участие заочно извините посвященное легендарному Крэнкелю Герою Советского Союза сибириковцу челюскинцу шмиттовцу теперь по плану должен был выступить Руслан Григорьевич но чрезвычайные обстоятельства так сказать нас его с ним не соединили но вот мне так повезло что у меня был его телефон и он попросил от его имени извиниться и поприветствовать вас и вот подтвердил что российское историческое общество будет продвигать эту славную историю нашего отечества на своих площадках здесь у нас присутствует Евгений Еремкин руководитель пресс-службы фонда истории отечества поэтому хозяин этого зала сегодня Евгений очень рады приветствовать вас в городе российско-историческое общество желаю вам сегодня успешно провести мероприятие провести активные дискуссии узнать что-то новое рад вас видеть спасибо что вы здесь а сейчас у нас голосом все готово а сейчас по плану мероприятия вы услышите голос Эрнста Теодоровича Крэнки победа над фашизом уется на стройках советской индустрии на заводах крепящих мощь нашей страны на колхозных полях и железных дорогах в лабораториях ученых и в безмолвных просторах Актики мы отдаем себе отчет в том что победа будет нелегкой мы знаем каких героических усилий и жертв она потребует от нас мы знаем это и готовы к тому победа над фашизом и так скорее всего это слово Крэнкелю было предоставлено сразу после слова Молотова в самый первый день войны это говорит о том насколько это говорит это говорит о том какой большой авторитет был у Эрнста Теодоровича Крэнкеля на всю страну а теперь а теперь а теперь подкладом презентации о жизни и деятельности героя Советского Союза Крэнкеля выступит его сын Крэнкель Теодор Эрнестович одну минуточку он родился в сороковом году окончил МЭИС в шестьдесят втором Донцент МТУСИ математик специализировался в области применения вейвлетов теории фри фракталов извините квантовых вычислений и кодов соавтор статьи разбиение семейства матриц Адамара Поняли какой сын у Эрнста Крэнкеля а теперь даю слово Теодору Эрнестович Я очень рад вас видеть в этом прекрасном зале российского исторического общества и вот у меня довольно нелегкая задача Вадим Кошваков сделал прекрасную презентацию 68 слайдов вот сейчас должно заработать ну вот здесь отец дома рядом с своей радиостанцией вот приемник дальше там передатчик стоит вот а теперь значит линия жизни отца так оно как всегда не включается где у нас а парадон да это да совершенно верно но вот все ну вот довольно тяжелой задачи 68 слайдов ну вот это Эрнст Теодорович совсем еще маленький ну лет 5 наверное со своей старшей сестрой Гертрудой так ага ну вот это семья Кренкели дело в том что отец родился 11 декабря 1903 года по старому стилю или 24 декабря по новому стилю вот семья Кренкелей ну вот рядом значит глава семьи Теодор Эрнст Кренкель вообще говоря он собирался быть пастором но потом Дербстский университет но потом решил перейти на филологический и всю жизнь преподавал немецкий язык рядом с ним его жена Мария Мария Яковлевна Кренкель тоже преподавательница немецкого языка ну вот ну маленький Эрнст Видин так нажимаем дальше ага ну вот это уже отцу лет 13 он начать со своим отцом надо сказать что Теодор Эрнст он такого не сильного сложения вот но человек удивительно обаятельный он значит устраивал там всякие баллы устраивал и был романтиком вот это основное так ну это вот знаменитая фотография Эрнст Теодор первая зимовка на Маточке Ншар новая земля вот такой заядлый полярник вы знаете что в архе три составляющих так сказать зимовщики зимовщики полярники летуны это летчики и моряки ну вот отец здесь эта фотография тоже замечательная в своем роде сделана она Пенегином это фотограф экспедиции Седова на корабле Святой Фака ну это радиорубка на матшаре надо сказать что запуск радио для передачи метеосводок вот осуществлялся с помощью электродинамических машин Вологдина это огромные такие машины все здание тряслось это ради того чтобы передать на ключе морзянкой морзянкой и чтобы станции там на расстоянии километров 100 слушали вот причем значит 25 метров наверху четверть вибратора в одну сторону 25 метров четверть вибратора в другую сторону а между ними когда работаем плечом летят искры поэтому можете себе представить как это было красиво в полярную ночь вот так вот ага ну вот это кстати фактория пушная на острове Оловянном вот видите соболя и отец сидит опа дальше вот это четверка которая начала зимовать в 1934 году на мысе Оловянном слева направо Николай Мехренген дальше значит сейчас просто сейчас забыл а да Голубев отец и Кремер Борис Александрович Кремер значит я хочу только сказать что мыс Оловянный потом они в 1935 году было стахановское движение перелетели на самолете на остров домашний вот это была вершина так сказать как отец говорил полярной карьеры по очень простой причине они с Полем Мехренген заболели цингой страшной болезнью вот и отец отправил радиограмму от Юйчу Шмидту подставки обоих моторов подвержены коррозии привет от Зандера значит вот Юйч сразу все понял но я пояснил Зандер это механик корабля Святой Фака экспедиция Седова он умер от цингин так но вот эта фотография значит семейная это после Челюскина но вот Наталья Петровна слева мама потом значит старшая сестра Ирина отец и младшая сестра Людмила работает ну вот это значит замечательно граф Цепелин над ну Северный Ледовитый океан да внизу да Маугин пожалуйста да подсказывайте потому что я могу упускать некоторые детали но это тоже граф Цепелин по-моему в Ленинграде так ну это вот а это Боденское озеро вот граф Цепелин Бодензей так это отец выглядывает из гондолы графа Цепелина ну он был радистом значит там советская группа была 4 человека отец был радистом так это бухта Тихая остров Гукера земля Франции Иосифа вот видите там скала Рубини Рог это действительно потрясающе она когда освещается солнцем это значит гранит темный и я думал что это значит от слова Рубин там производный ничего подобного Рубини это фамилия оперного певца из Вены вот такие такая о ну тут говорить нечего значит отец Натальи Петровны и корабль сибиряков который значит прошел за навигацию за одну навигацию весь северный морской путь конечно с большими трудностями два раза обломал винт но вынесло его с Беринга в пролив и он под парусами значит черными это закрыты были уголь закрывался и значит вот такая есть фотография здесь просто ее нету под черными парусами ну а когда вынесли в море значит там дальше уже порт Якогама вот это в Якогаме я просто сейчас вот не вижу внизу кто кто да здесь ну не важно сейчас я дальше так так это что-то не совсем то там еще должна быть Якогама сейчас проверим так ну это Эрн Садорович такой морской волк а вот вот это прекрасная фотография значит гейши но гейши это женщины искусства точное определение ну от Юльч где-то значит вы видите да вот он там посередине среди двух гейш а вот в крайнем сзади два господина Петр Петрович Шершов и Эрн Садорович Кренкель они рядом стоят причем в Якогаме им шили костюмы абсолютно одинаковые поэтому они там друг друга пихали и говорили ну отойди пожалуйста от меня так вот прекрасная такая фотография так это у нас Челюскин красивый корабль но не ледового типа не предназначенный для прохождения по льдам ну то есть уже проблемы начались в этом в Скарском море так это уже Челюскин слева это значит радист Сима Иванов то уже Челюскин утонул 13 февраля 1934 года в Щуковском море вот 104 человека оказались на льду вот такая ситуация и нужна была связь а связи не было потому что единственная там палатка значит где отец вот свою репаратуру расположил надо было штырь ну метра два выставить вот и первый кто прибежал с криком есть связь это был Сима Иванов вот он здесь радист так ну это замечательная фотография на Красной площади после того как это встреча Челюскинцев вот видите значит отец тут не видно орден Красной Звезды вот все Челюскинцы были награждены орденом Красной Звезды ну история известная что 104 человека ну все были эвакуированы нашими замечательными летчиками 15 апреля 1934 года а 16 апреля 1934 года было учреждено звание Героя Советского Союза так ну вот здесь ну вот видите орден Красной Звезды от Юльич Вадим Иванович Воронин и значит вот отец так ну это замечательная радистка на Уилене Уилен это черный берег по Чукоске Люда Шрадер вот отец в общем связь он поддерживал с большой землей через Людочку вот а она значит одна дежурила поэтому чтобы не заснуть она поджигала себе пальцы спичками вот такая работа полярных радистов так ну вот здесь фотография отец значит рядом с ним по-моему это Мамрикий Трофимов Слепнев а дальше а дальше Михаил Сергеевич бабушки ну вот спасибо спасибо что подсказываете так ну это страница газеты значит герои летчики спасают героя ну это значит известное высказан верно шоу удивительная вы страна вы из трагедии сделали героическую эпопею но это встреча челюсткинцев на улице Горького ну там Тверской так это Красная площадь пролет самолет так 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 вот челюсткинцы спасены ну вот значит семь пилотов семь пилотов ну давайте начать по порядку хотя знаете что сейчас я вот там вот значит смотрите здесь что вот справа первый это Валериан Выбышев он был главным правительством отвечающим за спасение челюсткинцев далее Ворошилов потом Сталин Сталин пожевает руку Отто Юльчу после значит стоит Вадим Ированович Воронин а теперь летчики вот их семь человек я поэтому говорю что у меня здесь легче значит в военной форме Каманин дальше значит да Моуков потом Лепедевский у него характерная такая шевелюра Сигезмунд Леваневский так дальше значит по-моему сейчас Доронин Иван Доронин Слепнев и Михаил Васильевич Водопьянов вот так всех перечислили никого не забыл здесь хорошо потому что там фотография была ну не очень понятно так так это в Ленинграде Анатолий Васильевич Лепедевский выступает ну а сейчас здесь виден а вот слева стоит Сергей Миронович Киров вот такая история нашей страны ну это когда после Шелюскина они ездили по ну не по всей стране в общем по Москве и Московской области вот отец мамы Натальи Петровны так это знаменитый это у кого молодые глаза и получше это меню банкета который Киров устроил в Ленинграде вот так что там я то вот уже не вижу там что подавали кстати говоря значит когда ну обед обедом а потом танцы и значит служащий Сергей Миронович говорит вы знаете у нас паркет поэтому надо надевать воевочный Киров спросил а как вообще вот танцевали ну то говорит ну до без воевочных ну вот и мы будем танцевать как все то есть такая вот история так работает работает так ну это в Кремле в общем узнаваемые персоны от Эль Шмидт Вера Федорна рядом с ним вот там дальше Наталья Петровна и значит крайне справа Эрнст Теодорович так это четверка уже Попанинцев так значит Петр Петрович Шершов Иван Попанин Эрнст Теодорович Кренкель и Евгений Константинович Федоров так хорошо поехали это станцию СП-1 Северный полюс 1 развернули в теплом стане полностью то есть все 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 чтобы все работало и вот значит отец беседует с Сергеем Отто Юрьевичем это перед отлетом ну это центральный аэродром вот самолеты четырехмоторные авиаарктика закрытыми кабинами кстати вот ну значит вот слева направо отец Попанин Федоров и Шершов так ну это с Михаилом Васильевичем Водопьяновым мой отец перед вылетом но это уже на Северном полюсе они правда конечно не буквально на Северном полюсе 150 километров выбор льдины за Михаилом Васильевичем на глаз удачно толщина льда была 3 метра когда пробили прорубь и вот разворачивает палатку так пардон ну вот я тут уже не вижу дело в том что значит оттепель огромные озера и так далее там значит написано что вот значит бодрая четверка плавает на даже не на байдар ну у них байдарка была а на какая-то гондола такая так ну это вот какая-то рабочая будня пока еще да вот основная палатка вот я ее уже не вижу она ведь провалилась под лед вот 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 и они жили уже в таких снежных наладках а нет это есть сейчас секунду вот она ну вот она есть а вот видите какие озера вот справа кстати говоря по-моему это фрагмент этой самой байдарки ну еще значит был пес веселый так сейчас вот это страшное дело значит это лебедка значит предполагалось что будет отдельно моторист то есть дизель который будет мотать лебедку по-моему да ну в общем из-за ограничений по весу пришлось от этого отказаться а значит такие представления вообще были что ну что северный ледовитый океан метров 50 глубины там и все значит оказалось при первом замере там 3000 метров ну и в общем а дальше там 4000 метров было вот ну и опускать легко это мотает барабан вот а поднимать это тяжеленный труд здесь значит вот отец и Иван Мечпопанин ну в общем короче говоря на этой лебедке отец все-таки сломал себе сердце так дальше так ну это за работой вот кроме так сказать регулярных метеосводок далее связь со всем миром как радиолюбитель на коротких волнах так сейчас извините так ну господи ну вот начать да что ж такое ну вот это уже демонтаж вот и вот они встречают два корабля хотя значит Мурман и Таймыр там еще был кораблик такой типа да совсем маленький а дело в том что трагическая ситуация они плывут в районе Янмайна это побережье Гренландии и льдину разломало ну осталось типа кусок футбольное поле они начать пакуют все записи научные в такие большие мешки чтобы бросить их в надувную лодку самим сесть вот так я не понимаю как там это радиосвязь в общем короче говоря пойди найди вот эту лодку на кромке льда вот такая трагическая была ситуация это уже на борту ледоковый вермак его срочно ремонтировали потому что он не мог выйти вышел таймыр и мурман два ледокова ну вот значит здесь да ветер такой видите Евгений Константинович Петр Петрович Иван Дмитриевич вот и Юрьевич и отец да вот тоже вот уже отец тоже ветром сдувает так ну это такая пасановочная фотография смотрим на глобус смотрим где полис так о замечательно вот это пропуск это пропуск Федоров Константин Николаевич это отец Евгения Константиновича Федорова на встречу героев попальницы а это улица Кирова или теперь это Мясницкая вот встреча четверки так чего-то здесь почему-то челюскинцы немножко отступили так это в Георгиевском зале ну вот значит самый левый это Петр Петрович жена и мама так да отец совершенно верно потом Евгений Константинович так вот там дальше Анна Викторовна вот крайне там сзади по-моему Михаил Васильевич Водопьянов да на заднем плане так насчет Анны Викторовны я сказал Федорова дальше значит это по-моему жена Папанина вот дальше Москвин заметим потом Мария Яковлевна Кренкель ну Иосиф Сергеевич Сталин Наталья Петровна Кренкель сидит дальше значит Иван вот здесь он работает естественно только как коротковый Новик любитель так ну это вот дело в том что Петр Петрович Ширшов умер в 53 году значит вот отец Иван Папанина Евгений Константинович Федоров так это начальники СП по-моему Толстиков дальше Михаил Васильевич Водопьянов отец и Михаил Михайлович Сомов это естественно в Ленинграде так это уже Антарктика вот отец там по центру стоит сейчас будет замечательная фотография о пожалуйста вот Зубов и значит это пингвины замечательные понимаете вот как говорится будем считать что они приветствуют Энста Адольча Кренкеля это встреча с президентом Чили Эдуардо Фрейм но она проходила на борту профессора Зубова так это небольшая часть встречи челюскинцев в ресторане Прага вот Марин подскажи ты видишь я просто плохо вижу кто вот громко Богосов 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 так это мы так по-моему Миронов так теперь значит Сушкина так Ольга Ольга Никола 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 или нет А вот так понятно ну вот ну и значит да ну Эрн Савдорович вот он здесь виден тоже вот вот это были традиционные встречи начиная с 1956 года челюскинцы собирались в ресторане Прага 13 февраля 13 февраля ну это тоже значит Александр Иванович Погосов Федор Павлович Решетников и Отец тоже Праге так ну это знаменитая фотография Отец вручает Юрия Алексеевича Гагарину диплом за связь за установление связи Земля космос это прекрасная фотография Умберто Нобили июль 1968 года Прага Прага всемирная филаталистическая выставка вот дело в том что Нобили конструировал полужесткие дирижабли в городе Долгопрудном вот и тут этой фотографии нету но Отец значит был радистом на дирижабле В3 это закончилось чуть ли не трагедии дирижабль потерял управление его понесло на церковь ну это где-то в районе Московской области вот после этого открыли клапан чтобы сбросить водород дирижабль стал падать и слава богу лес был не дубовый и не березовый а еле еле значит приняли вот на свои лапы этот дирижабль он рухнул вот выбрались из гондолы а там местные жители начинают подбираться расчищать путь с лампами керосины вот это было не нужно потому что могло бабахнуть водород мог взорваться вот такие дела а здесь значит вот конструктор Умберто Нобеля это отец с мамой у нас на Чапуина на кухне ну это последняя фотография отца когда он был директором института гидрометео приборостроения это мыс лопатка чекотка это научно-исследовательский корабль Эрнст Кренкель ну это отец значит слушает замечательная тоже фотография так вот это замечательная фотография это знаменитый нелегал Родульф Иванович Абель на самом деле Вилли Генрихович Фишер ну написано видно что так моему учителю азбуке Морзе да от 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 благодарного ученика от довольного от довольного ученика простите я просто плохо вижу вот был знаменитый процесс Соединенные Штаты против Абеля и его обменяли на Фиота У-2 Пауэрсен ага ну вот замечательная фотография дядя Вася Молков с супругой вот и значит я и Марина и в общем мы такие вот молодые хочется собой полюбоваться да Молин так это куэсель это куэсель это такая карточка которая обменивается ради любителей каркалуновики вот и вот это куэсель какого-то позывного и вот отец значит он рассматривает тоже у нас дома была вся стена заклеена этими куэсель как обоими так все спасибо за внимание если можно сейчас да Марина фотография у вас будьте добры как обоими да да две одинаковые книжки надо а я не знаю книжка есть да итак дорогие друзья по программе у нас идет вручение памятной фотографии разведчика Абеля с благодарной надписью Эрнсту Кренкелю и эту эту фотографию мы дарим не мы а семейство Кренкелей дарит российскому историческому обществу и конкретно Нарышкину Сергею Евгеньевичу я прошу принять принять Евгения в дар руководителям общества Агакуеву да 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 историческому обществу конкретно Нарышкину да да хорошо торжественная церемония подписания минуточку подготовиться подготовиться Федору Владимировичу Шмидту и затем Гаврилу Николаю Федоровичу снизу дюйййру chor отжима минуточку широком Спасибо. Сделает кто-то фотографию. Фотографию. Кто фотограф, Володя? Да, Эрнст Теодорович. Так, давайте. Вот, рядом с портретом. Чуть-чуть, сдвиньтесь, Евгений, пожалуйста. Ага, так. Ну вот. Судьбоносные фотографии. Так, все, товарищи пиарщики, заканчиваем. Время дорого. Время дорого. Значит, все. Пожалуйста, отойдите в сторонку. Да, спасибо большое. Дорогие друзья, я нашла минуту, чтобы сделать печальную паузу. Вы видите, что сегодня перед нами сыновья и внуки челюскинцев. К сожалению, время берет свое. Из участников эпопеи жива только Карина, которая живет в Питере. В этом году я исполнилась 90 лет. И дай ей Бог здоровья. Ну вот ряды все-таки родственников, я имею в виду очень близких, которые еще слышали рассказы отцов и матерей. Эти ряды ряды рядеют. И я хотела бы сейчас помянуть. Помянуть недавно ушедших из жизни родственников Михаила Водопьянова. Это его сына Алексея Михайловича Водопьянова, гражданского летчика. И мужа Натальи Водопьянова, Розайкина. Семейство Водопьяновых переживает сейчас очень тяжелые утраты. Ушла из жизни Наталья Михайловна, затем Алексей Михайлович. И вчера похоронили Розайкина Владимира Ивановича. Поэтому давайте помянем этих замечательных людей. А в их лице помянем всех, которые ушли. Спасибо. А теперь здравствующим внукам. Я передаю слово Федору Владимировичу Шмидту, внуку легендарного Отто Юльевича, друга семьи Кренкели. Добрый вечер. Ну, встречаться нам приходилось редко, потому что, когда были ежегодные встречи, сначала были участники, которые отмечали свой второй день рождения 13 февраля. Потом стали приходить дети, и только потом уже внуки. Так что с Эрн Стадоровичем встречались и у деда на квартире. Поэтому детские, в основном, воспоминания по разнице. Но очень приятный, добрый человек был. Что хочется немножко досказать, что когда Челюскин затонул, то удалось наладить коротковолновую станцию. Но на всем побережье и островах такой станции не было. Единственное было в Уэлэне, где вот работала Люда Шнадр. И по стечению обстоятельств ее напарник заболел, его отправили, и она одна держала постоянную связь, не только принимая все известия с Челюскина, но и держала полностью в информации о том, что делается в стране, и что страна делает для челюскинцев. Так что вот такой отрицающий человек был. Ну и все годы, в общем-то, самая теплая память у нас об Эрн Стадорске. Спасибо. Представляется Николаю Федоровичу Гаврилову. Николай Федорович, пока вы идете, вспомните, какой у вас номер Героя Советского Союза? Я заехал на 745-й машине, и по привычке космонавтов беру номера машин в соответствии с номерами звезды. 745-й, Герой Российской Федерации. Уважаемые друзья, славные потомки великих наших первооткрывателей, сынов. Наша страна в составе наших предков проделала славный путь. И на протяжении последних веков именно наши предки открыли, раздвинули границы познания человеком, где мы живем, на что мы способны. И в процессе этого появлялись новые профессии. Новая профессия, как летчик, появилась совсем недавно. Принято считать, что 17 декабря 1903 года братья Райт выполнили первый пилотируемый полет. Но это не так. 20 лет раньше Можайский выполнил первый полет, но Россия, вернее Россия, пренебрегла этой датой. Появилась радиосвязь, где Кренкель работал. Эта профессия тоже достаточно молодая. И сейчас каждый день появляются новые профессии. Страна продолжает свой славный путь. И получается так, что в одну связку собирается ряд профессий, которые друг без друга не могут. Вот сын Кренкеля уже сказал, что летуны, моряки, радисты, врачи, полярники. Что такое полярник? Это универсальный профессионал. Он может и хлеб печь, и лечить, и связь, и лебедку крутить, и так далее. И поэтому я очень рад, что я принадлежу к профессии, и попасть и택, к профессии летчиков, и летунов, которому выпала честь охранять границы Российской Федерации. А ведь границы Российской Федерации устанавливали наши славные моряки буквально в прошлом веке. Экспедиция Русанова пошла описать на карте, где же кончается земля русская на севере. Никому не было известно. Вот мы сейчас говорим о Челюскинцах и вспоминаем семерых первых героев Советского Союза. Но Иосиф Фессеронович сказал, выпьем за Ливаневского и всех остальных героев. А Ливаневский не спас ни одного Челюскинца. Однако он герой, однако он смелейший летчик. И где покоится прах Ливаневского, стоит перед нами вопрос. Мне посчастливилось в 2007 году найти останки человека, который был в экспедиции Брусилова. Мы нашли ложку ПС Петра Смиренникова. Но факт, кто это? В чьих руках была ложка Петра Смиренникова в момент гибели этого человека? Неизвестно. Ножек, очки. Мы нашли самое ценное. Дневник. 98 лет во льду лежала тетрадка. И в 2007 году мы его вытащили из вечной мерзлоты. И она считаема. Все эти артефакты хранятся в музее Севера в городе Архангельске. Я хотел бы сказать еще некоторые мысли. Безусловно, сын Кренкеля сегодня прокомментировал очень много фотографий. И мне было очень приятно, что ваш отец в конце жизни стоял на входе в вертолет Ми-8. Это ручка двери вертолета Ми-8. А мне повезло закончить военное училище на вертолете Ми-8. Я сдал государственный экзамен на вертолете Ми-8. Вся моя военная карьера от лейтенанта до генерал-лейтенанта прошла на вертолете Ми-8. Я уволился. Летаю сейчас в гражданской авиакомпании ЮТР и тоже на вертолете Ми-8. Мне повезло с тем, что Михаил Леонидович Миль в прошлом веке сделал уникальную машину. Она самая современная, самая полярная. И на этой машине я побывал раз в 15 на Северном полюсе. И один раз долетел до Южного полюса. И прекрасно понимаю, особенно на Южном полюсе, когда я узнал, что температура понижается до 89,7 градусов. Вы представьте себе, температура на улице 89,7 градусов. И там живут 30 человек. Жизнь каждого из них от кого зависит? От дизелиста. Если дизель остановится, свет кончится, тепло кончится, все кончится. И при всем отличном состоянии здоровья, питании, люди все умрут. Поэтому все профессии хороши. Нет лишних профессий. Поэтому папанинцы, которые оказались на льдине в Северном Ледовитом Маккейне, всего вчетвером, безусловно, имели не только те профессии, по которым мы их знаем. Кренкен был универсальным человеком. Он умел делать все. Но он считается радистом. И мы его ценим как радиста. И вот, будучи героем, я часто встречаюсь с общественностью, с детьми. И последний год я был в Башкирии, где абсолютно без приказа из Москвы, без указания ЦК, люди на свои деньги построили памятник одному человеку. И открыли этот бюст. Он посвящен Сергею Тимофеевичу Аксакову. 175 лет после его дня рождения. И мне пришлось коротко выступить и сказать, знал ли 175 лет назад сам Аксаков, что люди спустя 175 лет откроют ему памятник? Конечно, он не знал. А почему люди открыли ему памятник? Жил он правильно. Делал правильно. И добрые дела этого человека остались в памяти людей. И вот умер Кренкель. Но люди его помнят. Жил он правильно. Делал он хорошо. И его уважают. Поэтому многие ваши предки жили достойно. Их уважают. И такие встречи, безусловно, нужны. Но эти встречи нужны не ради себя. Посмотрели фотографии, пообщались седые бабушки и дедушки между собой и разошлись. Надо молодежи об этом говорить. Надо говорить, как надо жить нашей молодежи, чтобы спустя несколько лет ваши дела, дела ваших предков и, собственно говоря, современной молодежи, люди помнили. А время сейчас сложное. Сейчас тоже есть место подвигу. И наши современники совершают много подвигов. И надо уметь их описывать. Уметь ценить. И дальше я хотел бы сказать следующую фразу, но вы ее поймите правильно. Не передергивайте потом. А какие обязанности есть у потомков-героев? Каких законов, в каких положениях они описаны? Да у вас, товарищи потомки, есть одно право достойно нести честь ваших предков. Никаких других прав у вас нет. Поэтому все здесь сидящие потомки Кренкеля, Шмидта, безусловно, достойно несут в честь своих предков. И сегодня, когда ведущий представил нам первого выступающего, сказал его достижение, его звание. Это очень приятно, когда дети, внуки, правнуки наших героев становятся настоящими патриотами, гражданами и делают серьезные шаги для истории нашей страны. А рассмотрение фотографий это ни о чем не говорит. А представьте себе, пройдет несколько лет, здесь будут фотографии голых артистов, которые собрались позавчера на... Ну, посмотрим, вот это тот, вот это тот, вот это тот. Зачем это? Не рассмотр фотографий здесь нам нужно. А что за этим человеком стоит? Какие дела и какие посылы? Поэтому я низко кланяюсь перед достойными потомками наших полярников, героев и считаю, что наша дружба полярников... Я тоже стал почетным полярником после полетов на Северный полюс и выступать после Кренкеля, Шмидта. Для меня большая честь. Спасибо, что пригласили. Спасибо, Владимир Дмитриевич, вам за то, что... Где Кошлаков? Вы организовали такую память. Вот. И спасибо всем и крепкого вам здоровья с наступающим Новым годом. Когда вышли... Стойте, Николай Федорович. Я спешила, хотела связку такую сделать, потому что когда-то, по-моему, рассказывал вот сын Кренкеля, Теодор, он говорил, что выходят они из Кремля, у одних там звезда, красная звезда, а у летчиков только бумага, что он герой Советского Союза. Еще тогда вот медали этого, ордена не было. И вот он выходит с этой бумагой, ему говорит, Кренкель, наверное, говорит, Лепедевскому говорит, слушай, пройдет время, а ты всегда будешь герой номер один. Да? И вот интересно мне сейчас, вот все-таки, наверное, герой Советского Союза обнулились, то есть я имею в виду, а получается 745, ну не может же у нас так мало быть героев, да, героев России. Да, да, да. Случай. Я руководил штабом выборов президента России на третий срок Путина. И помните, тогда народный фронт по всей стране был разработан. Меня послали на свою родину, в Чувашию. Я руководил штабом народного фронта по выборам президента на третий срок. Я объездил все села, все предприятия, и прихожу в одно село в Красноармейском районе города Чувашской республики, и на сходку в сельский клуб собрались все колхозники, все люди, все жители этого села. И старый млад. И пришла какая-то седая, маленькая, такая, пышненькая бабушка, ей лет под 80, и говорит, а пионерский гастук мне завязал герой Советского Союза номер один, Липедерский. Она была маленькой девчонкой, Липедерский проезжал мимо, и принимали в пионеры, и выпала честь Липедерскому завязать ей пионерский гастук. И все об этом знают. Я, как почетный полярник, как летчик, растрогался. Я говорю, как здорово, что вы здесь помните. Они в сельском клубе организовали музей первых героев Советского Союза. Кроме Липедерского, который был там 10 минут, никого там больше никогда не было. Но помнят о них газеты, вырезки, фотографии, там все хранится до сих пор. И я сказал, я вам подарю самолет Липедерского. Ну, сдуру-то я так сказал, потому что я установил 15 памятников вертолетов Ми-8 по всей стране. И после того, как я эмоционально сказал так, стал искать самолет Липедерского. Я по всей стране обыскался. Ни одного самолета в мире, Юрий Петрович знает, нет самолета Липедерского. Но я же сказал, ну, как же сельский человек, он же ждет. Я два года искал и не нашел. Я понял, что в мире нет самолета, на котором летал Липедерский. нету таких самолетов физически. И вот в Подольске разбился чешский самолет с прямоугольным крылом. Я подъехал к нему, говорю, можно я крыло заберу? Забрал крыло его, на прицепе привез, покрасил и написал СССР 01-745. Я этим самым хотел сказать связь героев Советского Союза с героями России. 01- это звезда Липедевского, а 745- это моя звезда. И вот стоит там крыло прямоугольной формы, на белом фоне написан СССР 01-745. Какое это место? Это деревня Чута-Косы Красноармейского района Чувашской республики. И там стоят фотографии семерых почетных летчиков, героев Советского Союза. В этом селе очень чтят полярников, летчиков, всех вас и любят, потому что вы гордость нашей страны. Еще не уходите, потому что когда вы шли, я не назвала все ваши регалии. И теперь исправляюсь. Ну, собрание... Ради этого не стоит меня задержать. хорошо. Итак, Николай Федорович, садитесь, но я все-таки зачитаю. Значит, генерал-лейтенант ФСБ, с 99-го года по 2010-й начальник управления авиацией ФСБ, в настоящее время председатель федеральной культурной автономии Чувашей России. Николай Федорович совершил более трех тысяч боевых вылетов и межконтинентальный перелет с Южной Америки в Антарктиду через пролив Дрейка. При участии Николая Федоровича выполнялись уникальные полеты на вертолетах России на вершину Эльбруса, Северный и Южный полюс. Похлопаем. А теперь слово представляется знаменитому русскому путешественнику, организатору-руководителю более 40 экспедиций в Арктике и Антарктике, генеральному директору экспедиционного центра Арктика, действительному члену Русского Географического Общества, члену Совета ММО Ассоциации Полярников Чукову Владимиру Семеновичу. Дорогие друзья, мне не поверьте, мне даже не верилось. не верил, что сегодня смогу быть здесь и сказать несколько слов о легендарных людях, которые всегда для нас были примером о первых наших полярниках, советских полярниках. Ну, сегодня мы 120 лет Арместа Альдоровича отмечаем, да? Конечно, я не буду обо всех, не буду обо всем расскажу об этом человеке. Ну, я его лично, к сожалению, не знал, но с этой легендой моя жизнь, с этим легендарным человеком, моя жизнь связана. Ну, я действительно путешественник, я последние лет 40-45 и в Арктике, и в Антарктиде ходил, хожу и планирую еще на будущий год ходить. На полюсах обоих был по нескольку раз, но вот когда мы переходили этот рубеж суши, с островов на дрейфующий лед, я понял вот до глубины души, что дрейфующие льды это совершенно иной мир, и твой какой бы там ни был большой опыт, он мало чего стоит, потому что это, ну, понимаете, вот все колышется, все движется, палатку ставишь, утром ее разнесло в тряпки, это я не преувеличиваю, были такие ситуации, но там, ну, мы уже в общем нормальные люди, мы понимаем, что мы вот когда это все видим, мы представляем, что нам грозит, а у нас же еще дома жены, семьи, они-то в своем воображении рисуют вещи страшнее, чем те, которые вот перед нами, и поэтому уходить на такие серьезные маршруты, там, на полтора, на два, на четыре месяца, автономные, не имея возможности передать, что мы живые все еще своим женам, детям, ну, это было просто преступление, и вот мы стали в том числе и радистами, не было станций, которые можно было бы на себе тащить, понимаете, мы тащили армейские станции здоровые, которые, если ты разделил станцию, тащишь, тебе больше ничего не нужно нанести, ты делаешь великое дело, тащишь станцию с аккумулятором, с антеннами, это потом уже появились такие небольшие, я не о спутниках, я о обычных коротковолновых станциях, 5 ватт мощности, 5 ватт, блин, да, а если ее правильно поставить, правильно сориентировать антеннку, ну, не будем об этом, вот, и только благодаря тому, что вот со мной были люди, которые, ну, профессионалы в этом деле, мы смело шли на эти дрейфующие льды, особенно 98-й год, это через весь океан, пешком на лыжах, через полюс в Канаду, вот, начали в феврале, закончили 20-го июня, это вообще трудно себе представить, и на старте у каждого 200 килограмм, и в эти 200 килограмм входила и станция, и аккумуляторы, и солнечные батареи, все, 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 без этого ни шагу, и вы знаете, 98-й год, в общем, ведь это в Арктике разруха, нет ничего, там, полярные станции, допустим, на острове и среднем, там, три гостиницы было, ничего, мы даже базовых своих родительств не могли нигде пристроить, все разрушено, нашли какой-то сарай, там, одеялами занавесили, они два месяца ждали, ну, держали с нами связь, а потом уже на большую землю передавали, ну, и вот два месяца прошло, мы дошли, перешли, примерно до той точки, где у Ливаневского заглох мотор, ну, примерно там же мы, да, очухались, поняли, что, значит, полюс сзади, нет ни дрейфующих станций, ни островных, ни береговых, мы связь держали только с нашими, которые сидели на среднем, на северной земле, и, значит, закончилась там эта свадьба, вот, которая называлась Борнео, там туристы туда-сюда, туда-сюда сотнями возили, они все покоряли северный полюс, мы эту всю, обошли стороной, потому что нам не хотелось принимать участие в этом, наша задача была автономно перейти, не встречаясь с людьми, а летчики нас знали уже очень хорошо, вот, те, которые обеспечивали вот эту вот, так сказать, деятельность станции Борнео, ледового аэродрома Борнео, куда приезжали туристы, и вот они, значит, закончили, в первых числах мая закончили эту всю, свою эпопею, а у нас с ними связь есть, я всех частот знал, и вот они мне звонят, значит, ну, звонят, по радио, врезается у нас этот самый трафик, Семенович, ну, мы заканчиваем тут все, летчики, завтра утром мы, значит, от винта и полетели на землю, вы что, остаетесь, что ли, ведь никого нету, а я об этом думал все время ребятам, у нас четверо было, как и четверо, и потом говорю, вы знаете, давайте так, мы сейчас вот посидим тут, чаю побьем, а утром мы выходим на связь и мы вам говорим, чем мы делаем, и вот утром они опять, ну, все, мы уже в машинах, значит, за вами залетать, я говорю, нет, мы идем дальше, пауза, потом там слышно, наушники, там все орут, поздравляют, говорят, все, все, мы не сомневались, ребят, что, а вы пойдете дальше, ну, все, Семенович, значит, мы улетаем, но, имея в виду, ни одной станции нигде нет, так что вы идете абсолютно ориентируясь только на то, что вы умеете и то, что у вас в мешках, а нам еще два месяца идти, я говорю, ребята, мы все уже обсудили к этой теме, не возвращаемся, мы идем, ну, все, они улетели, а я им впоследствии так говорю, слушайте, будете садиться на острове Средний, там, на заправку, чтобы дотянуть там дальше до Диксона, заберите наших радистов, вот, все, что они могли, они уже сделали, а потом их придется просто спасать, там, что, кроме 15 человек маршрутистов нет, этих самых, пограничных, никого нет, все, заберем, заберем, и все, потом мне сообщают, все, забрали, они уже на большой земле, ну, мы им спасибо сказали, идем дальше, и так непривычно, то обычно там палатку ставишь, антенна, натягивают, там, это связь, там, что-то это, шипение ловишь, среди этого шипения какие-то звуки, это наши ребята, а этого ничего, и мы идем неделю, другую, я пытаюсь, ну, сам на станции пытаюсь хоть кого-то услышать там, понимаете, ничего, никого, ну, вроде уже к Канаде вот подходим, целый месяц в таком режиме шли, когда, ну, вот, случись что, даже передать не сможешь, что с собой, с людьми, ну, мы пришли к Канаду, тем не менее, но самый для нас счастливый, я считаю, моментом, можно, знаете, что считать, вдруг, вот, в этой вот абсолютной такой ситуации, когда никого и ничего в эфире не слышно на наших частотах, вдруг, мы слышим Кринкель-радио, Кринкель-радио, это вот мы там на той стороне, понимаете, там до Канады осталось, может, там полтысячи километров каких-то, да, и вдруг услышали наши позывные ребята с Хейса, а там эта вот станция Хейс, Кринкель-радио, я так и не знаю, вот, я с ним не познакомился, этот человек, его звать был Николай, он штатный сотрудник был этой станции, и вот мы с ним держали связь, он рассказывал о своих там проблемах на полярке, да, а мы шли и слушали, и вот это вот такая, ну, о чем это говорит, да нам надо было просто слышать человеческий голос, не только друг к дружке, но вот этот вот голос, он нас просто подымал, дух. совершенно верно, да, а мы там были несколько раз, и вот когда первый раз были, мы застали еще, знаете, там маленький уголок в этой самой, ради рубки, это музей Кринкеля, вы были, видели, или может быть, слышали, да, вот мы там были, смотрели, это с такой любовью вот это вот были собраны какие-то там радиограммки, прочее, я, я, вы знаете, вот для меня, например, вот эти вещи, связанные с историей таких легендарных людей, это всегда был вот тем самым магнитом, ради чего мы шли, и если мы чего-то не знали, кто был здесь до нас, понимаете, это значит, мы упускали возможность почувствовать, что могли чувствовать в этой ситуации, в этом месте те люди, которые были там сто лет до этого, да, но одним словом, я благодарен судьбе, что вот как-то так я стал вдруг, будучи танкистом, стал полярником, но я не на Йотова никогда не, ну, в общем, я люблю и Арктиху, люблю историю, и все, что у меня накопилось за эти вот столько, почти 80 лет, это в основном вот арктические наши дела, спасибо огромное вам, здоровья крепкого, с наступающим Новым Годом, в приближающемся, я, ну да, все, я закругляюсь, потому что меня понесло, я буду... спасибо вам, вас очень понесло, ну, для того и собрались, мы для того и собрались, чтобы выговорить, и ваш, ваш рассказ, ну, просто без слез, невозможно почувствовать, спасибо вам большое, настоящий, настоящий человек, настоящий полярник, слово представляется Комарову Сергею Николаевичу, академику, зам генерального директора ООО «Комета» по научно-техническим разработкам, вот он нам сейчас расскажет, как мне в Арктике не пропасть, и почетному радисту, радиолюбителю ОА-3АЕW, да? А-Л-Д-А-П-Л-Ю. Ну вот, Сергей Николаевич, две-три минуты, если можно. Та-ти-та-ти-та-та-ти-та, тита-ти-та-ти-та-та-та-та-ти-ти-ти-ти-ти-ти-та-ти-та-та. Это я сейчас прозвучал морзянкой, как звучал бы общий вызов, который бы давал Энстер Теодорович Кенгель. ЦКДРА-3, о господи, РАЕМ, совершенно верно, ПЛИСКЕЙ, на конце. То есть, пожалуйста, вам ключ. Вот. Ну, я радиоинженер-разработчик из оборонки, всю жизнь проработал там, занимался разработкой радиоаппаратуры связи, а вот точно такой же приемничек у меня сейчас стоит дома. Это Р-310. Великолепная машинка, замечательный ключ Морзе, наушнички ТА-ти, по-моему, это ТА-4. Вот. Действительно, радио – это штука завораживающая. И когда ты включаешь радиоприемник и в эфире слушаешь голоса, ну, как голоса? Морзеяночку. Морзеяночку радистов со всего мира, ну, за душу берет. Серьезно. И я понимаю Эрнста Теодоровича, который влюбился в радиотехнику, в радиосвязь. Действительно, радиотехника, радиосвязь, они достойны того, чтобы этому посвятить всю свою жизнь. И Эрнста Теодорович для нас, для молодых радистов, ну, мне всего-то 70. Вот. Это действительно авторитет, действительно человек, на которого хочется равняться. Вот. Про Кренкеля я услышал, когда еще учился в школе. И вот сейчас, беседуя здесь, мне рассказали, что нынешняя молодежь даже не знает, кто это такой. Я преподавал последние 15 лет в Московском техническом университете связи и информатики. Но я вам скажу так, первокурсники, которым я читал, ну, на четвертом курсе читал серьезные предметы, а для первокурсников историю радиотехники. Так не то, что Кренкель, они закон ому после школы не знают. То есть у меня регулярно возникает желание все это министерство образования. Нет, школа тут ни при чем, школа это исполнители. Ругаться на школу это то же самое, что ругаться на часового, который в тебя выстрелил. Часовой здесь ни при чем, и пуля ни при чем. Здесь надо смотреть того, кто этот пост поставил и каким приказом. Вот. Поэтому, в общем-то, то развал образования в технике. Ребят, ну, извините, что меня понесло немножко в другую сторону. Можно? Можно? В выходные было такое соревнование, посвященное 120-летию Кренкеля. Вы в нем принимали участие? Нет, не принимал. Жалко, жалко. Не принимал. Не записывался, но я волею ведущей, волею ведущей. Я, наверное, про Анатолий и позывной, я не знаю, есть еще радиолюбитель УА-3-ДЦ? Это подмосковный позыв. Просто хочу добавить, что сейчас про Кренка, как про Великого Полярника, героя, он же еще и радист, и много в мире знают его именно как радиста. Вот. И в этом году, и пять лет назад проходил мемориал памяти 120 лет со дня рождения, и работало, я просто, много специальных позывных выдали, чтобы они с разных городов России звучали, по всему миру эти станции работали. Вот. И в Северном поле 41, если я сейчас не ошибаюсь, в случае станции есть, и вот этому радисту, питерскому, не Питер, разрешили в эти выходные, в эти соревнования работать позывным Раем. То есть это именно тот позывной, который принадлежал Эмск Кринкелю, это чисто лично его позывной, то есть вот в память 120-летию, то есть такое событие. Да, да, не, но он же потом еще и лично в него работал. Да, он ему принял. И вот это вот, и вот этот вот позывной вот в эти выходные звучал на весь мир. Я извиняюсь, все, спасибо, что... Спасибо. Ну и в заключении просто хотел бы поздравить всех вас с наступающим Новым Годом. Главное здоровье. Ну и 73. Спасибо большое. А скажите, не подошел ли Громов Валерий Борисович? Да. Дело в том, я хочу дополнить, мы старые МИИСовцы, я тоже МИИСовцы заканчивал. Значит, есть колледж связи безымянный в МТУСИ, а ректор, значит, Сергей Дмитриевич Господи, Ерохин. Вот, так что нам можно поработать, чтобы этот колледж связи обрел имя Астадорович. Потом поговорим. Хорошо. Подгоняемся. Спасибо большое. Значит, еще раз вопрос. Громов Валерий Борисович не подошел? Не подошел? Да. Юрий Петрович попросил ему еще дать немножко отдышаться. Давайте я пока представлю Дворкина Борис Григорьевич. Борис Григорьевич, ну вы-то вы-то не подведете две-три минуты. Спасибо. На секундочку. режиссер неигрового кино, член Союза Кемографистов России, член Евразийской Академии телевидения радиовещания, художественный руководитель студии Камена, автор и продюсер проекта «Неизвестные герои Севера». А по первому образованию морской радист. Так что все те титити я, правда, не прочитал, но тоже знаю, до сих пор помню. Но я не об этом. Естественно, разговаривая сегодня о Крынкере, вы знаете, вот сегодня прозвучали две вещи. О том, что надо помнить историю, наш герой Советского России сказал, герой России, что надо помнить, что надо рассказывать. и вот уважаемый представитель Академии сказал, что удивился, что не знают люди. Действительно, наш проект существует уже четвертый год. Мы делаем фильмы, выставки о людях, которые осваивали Арктику, Северный морской путь. И, к сожалению, хочу сказать, что не знают подрастающего поколения, не знают более старшего поколения. Страшно сказать, месяц назад у меня у нас выставка проходит в музее Сенкевича, посвященный 90-летию глав Севоморпути. Всех приглашаю, кто захочет организоваться в группы, пожалуйста, приходите, покажем. Там у нас есть даже возможность ледоколом Красин порулить. И к нам пришла группа преподавателей. Я им показал выставку, рассказал про освоение Северного морского пути, а потом сказал, а давайте я вам небольшую викторину проведу. Мы так делаем, когда к нам приходит молодежь, приходит, чтобы они как-то немножко напряглись. Мы им говорим, что проведем викторину, кто выиграет, сможет в шлеме виртуальной реальности порулить ледоколом Красин. Это их как-то немножко мобилизует. И вот преподаватели сказали, да-да, давайте мы ответим на эти вопросы. Отвечали плохо, к сожалению. Но что меня больше всего поразило, что когда я спросил, вы знаете, кто был руководителем первой советской полярной экспедиции СП-1? Они не смогли ответить мне на этот вопрос. Вот это очень грустно. И еще, я буду о грустном, уже, извините, мы уже второй год пытаемся получить грант, фонда президентских грантов, на фильмы, выставки о героях, первых героях Советского Союза. У нас был проект о Молокове, у нас был проект о Водопьянове, к сожалению, этих денег не дают, несмотря на то, что все говорят, что это важно, нужно и полезно, но вот такая ситуация. Ну вот, Владимир Кышлаков сейчас пытается как-то эту ситуацию разрулить, может быть, у нас что-то получится. И я не готовился к выступлению, просто еще хочу сказать по поводу связи. Здесь присутствуют две замечательные дамы красивые, которые смогли организовать в недавнем прошлом связь между Россией и Италией, она была посвящена Николаю Шмидту, тому самому радисту, который первый услышал призывные экспедиции Нобеля. Вот Наталья и Катерина, они как раз были в той самой Вохме, где родился этот человек, и с их помощью была установлена радиосвязь на коротких волнах между Россией, Петербург, там, Ледакул Красин участвовал и Италией. Так что, как видите, дела Эрнеста Теодоровича, они продолжают и существуют. И, к сожалению, ушел представитель русского, российского исторического общества. Я хочу ему подарить вот такую выставку. Это сборник мультимедийных выставок, которые мы сделали за четыре года и которых можно посмотреть историю людей, которые осваивали Арктику. Большое спасибо за то, что дали возможность выступить. Перебивала. Держите. Этот самый представитель русского и российского исторического общества еще подойдет в конце нашего вечера. Уже, наверное, ближе к вечеру. Я передаю слово Демихову и Людмиле Владимировне исполнительному директору Союза городов Заполярья. Здравствуйте. Союз городов Заполярья и Крайнего Севера. Немножечко уточню. Нашим первым президентом являлся Игорь Леонидович Шпектор, который на сегодняшний день является почетным полярником. К сожалению, это звание ему присуждено посмертно. Ныне нашим председателем правления является Веллер Алексей Борисович, который входит тоже в членство Совет Полярников, Ассоциации Полярников. Но я хочу рассказать немножечко и о Союзе, и о том, как мы работаем, как мы стараемся продвигать все, что связано с историей Севера, с освоением Севера, и как мы пытаемся популяризировать вообще все эти знания, все эти наработки, которые были ранее. Недавно буквально проходил форум в Санкт-Петербурге Арктика настоящее будущее. И одна молодая депутат сказала, что давайте мы придумаем слог, что Север это наш космос. Но видимо она очень мало общалась с полярниками и с северянами, потому что для полярников Север это жизнь, это не космос, это жизни. И они туда приезжают не для того, чтобы это был какой-то туристический кластер, а для того, чтобы жить, развивать, работать и популяризировать, и чтобы привлекать людей. Я к сожалению тоже очень мало знала о Бернсте Теодоровиче, но прочла очень такой важный для себя момент. Это значит как в принципе сила воли, сила мысли позволяет выйти из любой ситуации. Когда готовилась СП-1, все ветряки были достаточно тяжелые, 200 с лишним килограмм. И вот как благодаря тому, что люди понимали, что 200 это много, привлекли и Харьковчан, привлекли и Ленинградский завод, и как эти 200 килограмм превратить в 54 килограмма, но это говорит о том, что люди очень не просто смышленые, а люди болеющие за дело, за дело жизни, за дело ради чего они вообще в принципе в эту полярную экспедицию отправлялись. Для меня это один из показателей, что человек, как сказал Николай Федорович, человек должен выстраивать определенную цель. Он родился не для того, чтобы быть потребителем, он родился для того, чтобы стать полезным обществу, несмотря ни на что, и он не должен в первую очередь задумываться о тех каких-то наградах, званиях, он должен делать свое дело, а дальше награды и звания найдут его сами. Именно этим мы и занимаемся, вот, например, с Борисом Григорьевичем Дворкиным, его проект «Неизвестные герои севера» мы продвигаем уже четвертый год, и несмотря на то, что он не получает гранты, этот проект получает большое вообще, в принципе, не то, что значение, а большой интерес, он возникает у наших северных регионов, а в Союз городов Заполярье и Крайнего Севера на сегодняшний момент входит 37 муниципальных образований из 14 северных регионов Российской Федерации, так вот, есть муниципальные образования, где кроме школ и библиотек ничего нет, и вот этот бесплатный проект позволяет ученикам познать так много интересного, на бесплатной основе установить вот эту выставку и заинтересоваться, и возможно там зародятся те юные таланты, которые тоже захотят работать на благо Севера. Сегодня, когда ставится вопрос с государством о развитии северных территорий, мы очень часто слышим о развитии именно Северного морского пути. Северный морской путь, где основа основ это город Мурманск. Председателем правления является Верлер Алексей Борисович, как я сказала, бывший глава города Мурманск. Но мы все забываем и о другом направлении, это малая авиация. К счастью, я как исполнительный директор считаю, что малая авиация и Север неразрывно связаны друг с другом. Без малой авиации Северу тоже не выжить. Не везде у нас есть Северный морской путь. Ну и в заключение хочется сказать, что я очень рада, что вообще познакомилась с Владимиром Кашлаковым, который меня привлек к проекту Челюскинцы, который включил меня в состав общества комитета Челюскинцы, и что в этом комитете такие достойные люди, герои Советского Союза, герои России, такие потрясающие потомки героев, вообще просто уважаемые люди, которые очень много сделали для страны. Я благодарна всем за то, что вы здесь собрались. Я слушаю с восхищением, с каким-то восторгом и возможностью дальнейшего саморазвития, потому что мне очень интересно, как вы рассказываете, и очень хочется мне вот эту информацию, которую я сегодня услышала, передать и дальше. Я вам очень признательна. Спасибо. Несколько слов хочет Федор Владимирович дополнить. немножко тому, что мечты сбываются. И Кренкель, и Шмидт, и Федоров были первооткрывателями в освоении Арктики. Были мечты пройти северный морской путь за одну навигацию. Ледокол Сибиряков, Челюскин это сделали. И что стало теперь? Сколько ледоколов, караванов и какой поток груза идет по Северному морскому пути? При экспедициях на Сибирякове и Челюскине стало понятно, особенно при Дрефе Челюскина, что нужно изучать льды и Северный льдовитый океан. Тогда, в 37-м году, была организована первая экспедиция Северный полюс-1 дрейфующая. Многие годы на них были, но дальше стало слишком рискованно, изменились льды, стало сложно, и последние лет 18, по-моему, не было дрейфующих станций, последняя была сороковая. И год назад совершилось чудо. Спустили и ушла в плавание первая самоходная ледосколько атомная платформа Северный полюс-1, которая год дрейфует уже. Станция, которая может вмораживаться в льды. Есть балласты, которые помогают ей выбираться из этих льдов, может разворачиваться на месте. Там, по-моему, 43 лаборатории. И из нее высаживаются налеты и уходят дальше научные группы, чтобы корабль не давал никакого фона. Вот что достигла наша наука. и как сбываются мечты наших пионеров. Спасибо большое. А я подмаза Александра Александровича, историка, коллекционера, радиоинженера, советника управления посылки. Да? Представлюсь. Давайте я сам представлюсь. исполнительный директор Московского отделения Российского военно-исторического общества. Историк, а по образованию действительно радиоинженер. Я хочу обратить внимание на такой момент, который вот за словами там, великие полярники, первый радист, номер один и так далее, там, великие летчики, соответственно, полярные. Мы забываем такой момент о технической процедуре вот этого вопроса. Ведь представьте, Арктика 30-е годы, это начало развития, соответственно, и радиодела тоже. То есть пионеры радиодела, пионеры освоения Арктика, терраинтогнито, никто не знает вообще, как там все себя будет вести, никто не знает, вот вы взяли с собой эту радиостанцию 200 килограмм, а она вообще включится там или нет. Об этом никто не знает. Правильно? И тот же кренкель идет на ощупь, наугад, методом проб и ошибок. Ну вот если подходить с технической части, технари, инженеры поймут, а те, кто гуманитарий, сейчас попробую объяснить немножко. Для того, чтобы передать радиосигнал за прямую видимость, надо либо увеличить сильно мощность передатчика, а это невозможно, у вас вес ограничен, либо поднять антенну повыше. Ну тогда вы тоже опять-таки увеличите дальность сигнала. Поднять антенну повыше извините, тоже не получится. У вас вот эти растяжки, которые держат ее антенну, вы попробуйте технически в лед колотить их, да? Любым маленьким ветерком эту антенну вырвет просто. То есть это тоже очень большой такой тонкий момент. Каким же образом передается сигнал на большие расстояния? А методом отражения от ионосферы. То есть запускается ионосфера, она отражается от земли, опять от ионосферы. Вот такой шарик между потолком и полом прыгает до тех пор, пока не допрыгает до нужной точки. то есть пока не погаснет сигнал, да? Причем, если у вас приемная станция находится вот в этой точке, а шарик проскочил мимо, то радист, сидя здесь, ничего не увидит, не услышит. Понимаете? И поэтому надо либо менять направление антенны постоянно, играться, чтобы попасть именно в этого радиста, который принимает, либо посылать наугад. Еще один момент, о котором тоже никто не знал до первых полярных экспедиций, это о том, что у нас вот эта ионосфера в районе полюса очень сильно отличается от всей остальной. И вот то, что мы прекрасно там северяки видят, как северное сияние, на самом деле для радиосвязи это смерть. Сигнал не проходит вообще в момент северного сияния. А это полгода полярная ночь такая обстановочка. Что делать? И вот здесь Кренкель был не просто как бы замечательным радистом, замечательным полярником. Ему еще приходилось на ходу изобретать и каким-то образом усовершенствовать свои аппаратуру, имеющуюся у него в наличии. Иначе бы просто никто ничего не услышал. Но здесь сыграл еще один момент положительный, то, что в СССР в 20-е, 30-е годы был бум просто радиолюбителей. То есть все сидели, пытались ловить все, что не попадет. Ну, радио бурно развивается, у каждого дома радиоприемник. Их отобрали уже только с началом Первой мировой, после Второй мировой, когда Германия напала. А до этого радиолюбителей было очень много. и посылая такой сигнал из Арктики, грубо говоря, на удачу, был очень большой шанс того, что кто-то этот сигнал в стране поймает и потом ретранслирует туда, куда надо. И вот таким образом, методом проб и ошибок, они нашли и нужные частоты, которые с северов хорошо проходят, и нужное направление, размер антенны. Вот здесь говорили уже про искру, которая между двумя палками, железками антенны. А если добавить на эти палки железки обледенения немножко, ледяной дождь, все, сигнал у вас не пойдет. Понимаете? А если вы эту антенну с холода внесли в тепло, ну, то есть не антенну, а радиостанцию или какую-то часть, да, она же внутри тут же обледенеет. Вы ее включили, труп, ну, имеется в виду аппаратуру, труп. Поэтому, когда смотришь на эти технические моменты, понимаешь, что люди действительно были героями. Они преодолевали вот эти неизвестные, неведомые им ранее трудности, смогли найти решение, которое использовалось потом не только в освоении Арктики, Антарктиды, но и при первых космических полетах. Там тоже было непонятно, да. И вот эти наработки Кренкеля по радиосвязи в том числе использовались королем в более позднее время, когда летали уже за пределы атмосферы. А то, что говорилось, что детей наших надо образовывать, это действительно так. И вот такие примеры таких людей, это надо в школах преподавать. Не знаю, сейчас ругать можно кого угодно, но первое, что можно сделать, нужно, точнее, сделать, это надо вернуть государственное телевидение и радио. И тогда у нас опять начнется нормальное отношение и к подрастающему поколению, и ко всему остальному. Александр Александрович, спасибо большое. Слово представляется Барсоеву Владимиру Александровичу, доктору технических наук, директору НТЦ Арктика. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Хотел бы в двух словах хоть две-три минуты рассказать. То, что касается именно Арктики, поближе так, да, все нормально, да. Все-таки то, что Эльд Александрович работал в Арктике и осуществлял связь со всем миром, это вообще сложнейшая работа. Ну вот сейчас так, я человек с авиацией, мы занимаемся просто обеспечением полетов. Если самолет потеряет связь, соответственно, это очень террор, товарищ, сказал генерал-лейтенант. Но так как приходилось много работать в Арктике по Северновскому пути, и на Бернерво, и остров Средний, как же остров Золхова, Гренбелл и так далее. В общем, мы пришли к какому решению, что предыдущий товарищ говорил, что связь зависит от состояния иносферы. И вот когда мы связались с Эрктиксом земного иносферы, и с Бераном, который находится в Троицке, мы поняли, что слои, которые называются F1, F2 и ЕС, они, в принципе, неоднородные. Все зависит от солнечных вспышек. Когда происходит солнечные вспышки, и когда альфа-бета-частицы попадают в магнитное поле Земли, и вот, как он сказал, вот товарищ выступающий, что на сферах это неординарно, все меняется, появляется там главный иносферный провал. И этот главный иносферный провал, он поглощает так называемые альфа-бета-частицы и получает от нас полярное сияние. А когда полярное сияние, в этот момент возникает, как говорят в уранистах, полный ухор. И для того, чтобы решить эти вопросы, мы вот в авиации начали заниматься, так как всегда 11 лет перед солнечной активностью, работаем с 1979 года с Энсмараном, мы подобрали те рабочие стоты, когда, в какой период есть максимум, есть минимум электронной концентрации, ну и то, что касается самого Солнца. И вот на сегодня, ну, по заказу Министерства обороны, по заказу гражданской авиации сделали радиостанции. Эта радиостанция, это перевязчик-приемник, который работает в режиме АЛЕ. Несколько закладывается память частот, и в итоге связь получается устойчивой. И я хотел бы вам сказать, что вот сейчас с Владимиром Дворкиным выступал, хороший фильм сделал про АН-2. У нас на сегодня нет самолетов, на которых можно летать по северам. Мы, в принципе, самолет АН-2, который делается на Омском заводе, с Биплана сделали Боноплан, и сделали самолет в лаборатории. И на него установили радиостанцию, и в итоге сейчас, в праздную ночь, начнем летать. И это все мы делаем с точки зрения причины безопасности полетов, радиосвязи, с кораблями, те, которые ходят по морскому опыту, корабли, они сходятся. То есть решаем те задачи, кроме того, что вы знаете, есть спутниковые каналы связи, мы, конечно, на них надеемся, но, тем не менее, все-таки называется адаптивная система связи, эти задачи решаем. То есть начало то, что было заложено Эстом Теодоровичем, мы продолжаем и будем продолжать. Когда будут у нас какие-то новые решения, мы вам доложим. Спасибо вам большое. С праздничком вам, с наступающим Новым годом, крепкого здоровья, успехов. Спасибо большое. Отлично. Так, слово представляется Федоровой Ирине Евгеньевне, дочери героя Советского Союза Евгения Константиновича Федорова, одного из легендарных четверки поля, попанинцев, геофизика, начальника гидрометслужбы СССР, государственного общественного деятеля, академика, академии наук СССР, генерал-лейтенанта инженерно-технической службы. Коротко об Ирине Евгеньевне, кандидат исторических наук, востоковед, иронист. Спасибо. Мне очень приятно находиться здесь и вспоминать Ирнеста Теодоровича Крынкеля, потому что наша семья очень любила его, очень ценила его, и мой отец всегда подчеркивал, что Ирнест Теодорович это еще ближе, вот так, да? Хорошо, я буду говорить, я преподаю, у меня голос громкий. Очень ценил и очень тепло относился к Ирнесту Теодоровичу. Ценил его высокий профессионализм. Его не просто профессионализм, а творческий подход ко всем тем задачам, которые ему необходимо было решать. И в нашей семье его не только за это ценили, его ценили за его остроумие, он был прекрасным рассказчиком, и даже какие-то небольшие истории, может быть, коротенькие, умел преподносить так, что его было всегда с удовольствием и приятно слушать. И очень приятно то, что мы отмечаем 120-летие Ирнеста Теодоровича и в преддверии 90-летия экспедиции Челюскина и спасения Челюскинцев. Это, конечно, был важнейший этап в жизни Ирнеста Теодоровича и вообще в нашей полярной истории. Но мне хочется сказать, что это был только этап в жизни Ирнеста Теодоровича, потому что, мне кажется, как полярника, конечно, самое значительное и важное событие это экспедиция на Северный полюс с СП-1 под руководством Ивана Дмитриевича Попаниным. Очень хорошо, что мы отмечаем, и я знаю, что будет памятник установлен Челюскинцам в Санкт-Петербурге, и то, что снимаются фильмы, посвященные эпопее Челюскинцев. Но в 1927 году, обращаю ваше внимание, будет 90 лет со дня СП-1 высадки на льдину. И, конечно, СП-1 это не только в истории нашего государства, очень важное событие, это вообще в мировой истории, это экспедиция на Северный полюс, и именно там была отмечена точка вообще арктической территории Советского Союза и, конечно же, нашей страны сейчас. Поэтому мне хочется просто обратиться ко всем вам, пользуясь таким хорошим случаем и пользуясь возможностями здесь находиться, давайте подготовимся и, как отметили эпопею челюскинцев, отмечать 90-летие торжественно хорошо с памятником полярникам четверки. В Москве нет памятника полярникам вообще, а четверка заслуживает того, чтобы установить им памятник. а водопьянов не член четверки, а сами полярники четверых. вот, вот, и, нет, водопьянов он не член четверки, но он важнее, без него вообще бы не долетели до Северного полюса, скажем так, вот, конечно, вот, и последний, и фильм, ведь, понимаете, когда четверку спасали, летел же дирижабль, люди погибли, большая часть членов экипажа погибла, как шли корабли, как вообще снаряжалась экспедиция и на Северный полюс, на возможно, на максимуме технических возможностей нашей страны в то время. фильмы. Давайте организуем комитет Папанинцы и в 27-м году торжественно отметим эту дату. Ну, и еще раз, конечно, большое спасибо всем, кто здесь выслушал меня и вообще то, что мы собрались по такой приятной и хорошей дате 120-летия со дня рождения Эрнеста Теодоровича и с Новым годом, и с новыми свершениями, и с новыми проектами в новых годах. Спасибо большое. Спасибо большое. Я просто хочу сказать, что мы только ведь как бы начинаем эпопею, раскручивать Челюскинскую эпопею, и мы знаем, что она завершилась в апреле, а 13 февраля в Праге собирались, чтобы второе рождение отметить после смерти корабля, после гибели корабля, а спасение пришло в апреле. Поэтому нам всем надо сейчас очень серьезно подумать, чтобы найти площадку, где это достойно отметить. Тогда у нас уже будет повод, чтобы в 2027 году отмечать 90-летие СП-1. Давайте потренируемся на Челюскинсах и продолжим достойно вот этот ритм, который мы сейчас взяли. Слово предоставляется Листову Мстиславу Степановичу. Есть у нас такой? Нет? Ох, товарищи, мы, кажется, близки к завершению. Тогда, Юрий Петрович Сальников, вы накопили сил после того, как пришли. Даю вам не 2-3 минуты, а целых 5. Даже спасибо за 3. Я извиняюсь за опоздание, потому что я поехал сюда. Можно я вас перебью. Кто, поднимите руки, не знает Юрия Петровича в этой аудитории? Несколько человек не знают. Да, все-таки я должна сказать, что Юрий Петрович у нас кинорежиссер, автор двух фильмов, посвященных Челюскинской эпопеи, Челюскинской эпопеи 74-го года и Челюскин 74-го, 2006-го. Автор двух книг, посвященных челюскинцам. Одна из них на русско-английском языке. Поэтому продолжайте, Юрий Петрович. Да, спасибо за рекламу, но я хочу сказать, что я по пути заехал в скорую помощь, и они мне сделали укольчик, потому что я сказал, мне надо обязательно на это собрание, заседание приехать в историческое общество, потому что Ирина Митрофанова ждет, что Федя подпишет эту книгу ей, вот эту, потому что это было давно запланировано. стой, 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 стой. Значит, Ирина Митрофанова. Дорогой, кому? А, сейчас подпишу. Я извиняюсь, но это действительно так, что меня прихватило и сердце, и да, так я хочу дополнить. Сейчас я нормально, когда стою, я не падаю. Вот, во-первых, я к Шмидту хочу обратиться, во-вторых, обязательно к Феде обратиться, потому что мы знакомы давно уже, вот, и праздновали действительно в Праге много раз это чрезвычайное событие, а потом пресса, изменила свое отношение к этому и сказала, а ну, у вас всех полярников вообще не нужны, вот видите, радиостанции ничего не говорят о полярниках, а мы предлагаем, чтобы была регулярная радиопередача, и не только радиопередача. Да, вот, еще и сын Челюскинца, еще один, Юра Кукушкин, который потом передал ему эсофету свою морскую, передал отец, который на Челюскине работал в составе морской экспедиции, вот, Юра, и он большой-большой человек вырос за это время, потому что, оказывается, после этих событий был Чернобыль, и нас он туда привел и сказал, ребята, это же продолжение борьбы со стихией, и это надо снимать как продолжение нашего времени неспокойного, вот, и Юра в этом отношении очень большую роль сыграл, потому что мы сняли эпизод, когда чернобыльцы отмечали свой праздник, спасибо большое, ты очень хорошо продолжаешь все отцовские традиции, надо сказать, и главное, что ты сохранил чувство юмора, вот, и это великое достижение в наше время, когда везде юмор исчезает, вот, да, и я хочу вернуться к теме нашей, что я, когда думал об этом сегодняшнем событии, хотел вот эту книгу, взял, прочитал, прочитал-то я давно уже, раз в десятый, наверное, вот, но я подумал, что вот он так задумался сейчас, потому, что очень много интересного в жизни прожил человек, на самые потрясающие его минуты были, когда тонул пароход Челюскин, и когда он был почти уже, вот, совсем, он постучал, и вдруг ему ответила это самое, шнадо, 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 да-да-да, она ответила, и потом он с ней первый связался, когда договорились, что поставят высокие антенны, потому что никак не могли наладить связь, а когда делали, он говорит, вот, Юльич, пишите, пожалуйста, пенек приготовили, и вот Юльич, значит, написал правительство первое письмо, и официально узнали через эту радиограмму о том, что случилось, потому что сейчас связи было плохо как-то, и вот только единственное, он успел с Шраднером поговорить, и она уже тут же, потому что девушка не спала, она работала непрережима, и самое потрясающее, что, я думаю, у него такой же был взгляд, вот такой, но меньше оптимизма, наверное, у него, вот, когда вот эта вся невероятная история, не только для документального кино, не только для всей нашей студии, и мы обязаны просто, обязаны помогать всем нашим северянам, и я надеюсь, что, может быть, в 16-го мы написали письмо вице-президенту, который отвечает за Дальний Восток, Трунову, Трунову, чтобы потом Трутневу, Трутневу, вот, и он должен решить на уровне правительства, что будет, будет ли проходить какое-то торжественное заседание, которое касается всех северян, и всего народа, с участием обязательным Москвы, Ленинграда, Хабаровска, Владивостока и Мурманска, вот, всех конечных. Дорогой челюстов, чтобы ознавязывать. Спасибо большое. Спасибо. Я сейчас только хочу сказать, что мы почти закончили фильм, но нам надо 800 тысяч рублей, и они нам обещают, что они могут быть дадут такие, вот, так что ура-ура. Да, с этой сладкой мыслью встречаем Новый год. Давай, успеха тебе и с Дорогие друзья, пока у нас идет, да, такое памятное фотографирование, я представляю завершающего докладчика Кашлакова Владимира Дмитриевича, председателя Координационного Совета Общественного Комитета Челюскинцы. Продолжение следует... Ну, хотел всех поблагодарить, огромное спасибо, что вы нашли время и пришли почтить память легендарного Эрнста Теодоровича Кренкеля. В принципе, комитет-то и задумывался для того, чтобы можно было все вот даты, связанные с легендарными людьми, отмечать вот так вот сообща, соборно, поскольку, ну, мне не нравилось, например, когда было все разбито, порознь, и не было возможности вот для большого объединения. Здесь, ну, вот, слава Богу, у нас сейчас есть сайт, можно предлагать различные мероприятия проводить, у нас исторический, да, историческое общество просто вот удивительно, что нам повезло, и, конечно, большая благодарность и Нарышкину лично, и Гакую, то есть мы понимаем, что историческое общество занимается сейчас созданием памятника, мы хотели, конечно, в Москве, но, значит, умные люди решили, наверное, все-таки в Питере будет логичней, там, где был парк Челюскинцев, да, и снимается художественный фильм, шестисерийный, Челюскин первый, значит, занимается этим Бондарчук, сын, да, легендарного нашего режиссера, хотели передать подарки в адрес исторического общества, различные подарки, в частности, если позволите, да, для Евгении, это бюст первого героя Советского Союза Лепедевского, у нас сейчас готовы два бюста, Лепедевский водопьянов, это в рамках проекта Аллеи Российской Славы, и вот по инициативе комитета Челюскинца сейчас создаются пять бюстов, создаются пять бюстов, они, значит, Слепнев, Доронин, Ливаневский, Каманин и Молоков, практически все эти бюсты готовы, три из них уже формуются, и вот два сейчас доделываются, и у нас будет к началу года вся семерка, вся семерка первых героев, которые мы будем устанавливать на улицах, это большие фундаментальные памятники, там, три метра высотой, и вот мы начнем сейчас с Лепедевского, это для исторического общества, далее, как бы, обязуемся, передадим все эти бюсты, мы надеемся, что мы будем, да, копии, что мы будем вместе, это точная копия, да, больших. Здесь вот у меня письмо, я хотел, какое вы как раз его вручите, от имени комитета за подписью заместителя игрового, вот, о том, что мы предлагаем, какое взаимодействие с историческим обществом, и надеемся, что наши предложения будут приняты, да, соответственно, примите также бюст, и у нас еще много, чего хотим передать, вы можете пока поставить, это все будет вам, да, просто вы пока освободите руки, переставьте, нет-нет-нет, не уходят, не уходят, не уходят, мы еще не все вручили, да, примерно так, да, значит, ну, в первую очередь, значит, еще для, так, подождите, подождите, сейчас мы закончим, потом, значит, эта книга, извините, покажу, это большой труд молодого человека, который за последние 10 лет собирал интервью с последними героями Советского Союза, которые были живы, сейчас жив только один герой Советского Союза, Великой Отечественной войны, в мире, наверное, больше нет, тут воспоминания, в том числе, есть и разведчики, поэтому, вот, Батян, например, есть с ним интервью, это будет, я думаю, интересно, Сергей Ильич, еще раз, и здесь вот моя авторская фотография, это Вартанян и Батян, здесь еще немного видно Троян, их называют таких, три армянина, как называется, но они вот все разных национальностей, но, тем не менее, это редкая фотография, поскольку здесь отмечали звание Героя Российской Федерации, присвоенное Батяну в 90 лет, ему присвоили, ну, майор Вихарь, это все знают этого человека, это тоже Сергей Ильич. А для исторического общества, вот такая реплика газеты, это газета гирдовцев, которые в 1933 году запустили первую ракету, вам это будет, как историческому обществу, интересно, почему, потому что все думают, что с германской ракетной техники идет наша отечественная, ну, вот, 1933 год, Нахабина, первый пуск, 17 августа, да, я просто занимаюсь этой темой, и удалось инициировать даже появление новой памятной даты Московской области, 9 декабря того года подписал губернатор, и так символично получился День Героев Отечества, и в этом году, в первые 90-летия отметили уже официально, вот такая же газета, как бы, появилась в 1934 году у челюскинцев тоже, то есть я вот знаю только два таких прецедента, Гирт и челюскинцы, где они, вот здесь они торжество ракетостроения отечественного, то есть мы полетим на Марс, Сандер и все остальное, а там мы не сдадимся, мы победим, и они верили в победу тоже, это тоже для вас, для исторического общества. Так, все, значит, давайте как-то сделаем фотографию, так, чтобы хотя бы, ну, это подождите, сейчас еще подождите, я скажу, когда закончил, у нас тут долг. Да, давайте фотографируем. Батян, Вертанян, Вертанян, Батян. Это, ну, Дегеран 43, и, так сказать, майор Виха. Так, прошу. Все. Спасибо. Пожалуйста, поднимите. Да, и я попрошу, я попрошу, Николай, Николай Федорович, решите, я давно искал момент вам, у вас был юбилей в этом году, вот, я не успел вовремя все это сделать, и вот такой вам подарок от самого лучшего фотографа, который снимает авиацию. Так, вроде бы у меня все кончилось, прошу. Спасибо. Извините, что я так без очереди хотела влезть. Вот, это книга, которую написал мой отец, и в которой тоже очень много про, ну, про экспедицию Папанина, и очень много написано не только о всех членах экспедиции, но и, конечно, о Бернсе Теодоровиче Кренкеле. Эту книгу я хочу передать русскому географическому обществу, лично к историческому, извините, конечно, господину Нарышкину, с тем, что у нас очень много проектов, которые призваны пропагандировать и рассказывать на разном уровне, и в школах, и в институтах, о нашем севере, о том, как доставался нам север, и как важно его сохранить. Поэтому буду благодарна, если вы передадите. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ну, зрители уже знают, я об этом диске рассказал, это сборник мультимедийных выставок об освоении Арктики. Здесь очень много материалов, 90% из них именно в этих выставках публикуются впервые, потому что их рассекретили прямо для того, чтобы мы их использовали. Спасибо. Я обращаюсь к присутствующим. Может быть, кто-то вот еще пару слов хочет сказать по теме. Юрий Борисович Кукушкин, вы хотите пару слов сказать? Мы говорим о великих, о первых, о героях. А его отец, Борис Кукушкин, был кочегаром на этом пароходе. И, конечно, да, конечно, это вот Юрий достойный сын своего отца. Я приветствую всех собравшихся. И мне очень... Виноват. Я приветствую всех присутствующих, которые действительно пришли почтить такого замечательного человека, как Кренкеля. И пару слов скажу о том, что не попались 40 землистов, газеты «Правды», которые отражали всю деятельность этой челюстской истории. И вот про отца просто... Он кочегар обычный, да, вот так. Просто фотография, и там все эти эпопеи, один лист такой, 48-й. И просто Кукушкин, кочегар, и все. И тишина. Вот я хочу сказать про отца. Из этой... Там еще были много материалов, и их надо изучать, конечно. А в целом у отца, конечно, был короткий, пусть же этой получилась так. Ну, я долго рассказываю, в общем-то, я не совсем готов к этой истории. Юрий Петрович меня как-то снимал тут. Я им очень благодарен. Дело в том, что 30-е годы действительно были непростые. это даже не те 90-е, как мы проживали, если бы сказать по большому счету. Отец попал в компанию Серебрякова в 32-м году. Он 13-го года рождения. Даже я не знаю, к сожалению, его дату рождения. Трудовые книжки, которые у меня есть. Писали просто 13-й год, и все, и тишина. Такая история была. И вот у отца был брат, радист, кстати, в то время это прогрессивный человек был, в общем-то, по своей специальности. И он его 19-летнего направил, попал в Сибиряку. Прошел этот путь, значит, ну, все это мы издаем историю, а следующий путь прошел, оказался в Черевсковской истории, где его Василий Василий Падович Молоков под крылом вытащил, как и всех людей с этой льдины. И мне надо хочется сказать одно, что я отца помню в одном фрагменте, мне было 5 лет, тоже после войны время, значит, я сидел на ноге, и он меня так подбрасывал. Вот что я могу сказать. Ну, в принципе, я еще хочу поздравить всех с Новым годом, здоровья всем, и с чем могу, тем помогу. Всего доброго, спасибо. Уважаемые, Роман, да, да, уважаемые, да, так, так, подождите, да, можно, книгу, которая связывает нас с городом Зараповым. Дорогие друзья, нас связывает. Поверните на камеру, пожалуй, на камеру поверните, вон камера. Давайте, ставим. Да, да, вот так, замечательно. Город Зарапов в конце 19 века дед Теодора Эрнстовича преподавал в реальном Алексеевском учильще города Зарапова немецкий язык. Это были молодые преподаватели, мой дед и Мария Яковлевна. Абсолютно. Везли в Сарапов извозчик татарин повернулся и сказал, князь, твоя баба стонет. Потому что Мавиак была завернута в ковер, а в ковре были клопы, которые съели молодую преподаватель в Сарапов преподавать немецкий язык. Совершенно правильно. и в то же время родился первенец. Не буду далеко, не будем углубляться, но связано три брата летчика, служивших в авиации и летавших на легендарных воздушных кораблях Илья Муромец. Это Сикорского. Сикорского корабля, созданный Сикорским. Алексей, Александр и Николай. Николай – мой отец. От отца в самые первые дни, когда были замечательные радиопередачи, связанные с челюскинцами, с челюскинцами и с полярниками. Это было великолепно. Все ликовали. Это я помню с тех пор, когда я была еще совсем малюсенькая. Ну вот, и поэтому разрешите. Книгу написала племянница моя, это дочь Наталья и Пеганова Татьяна Борисовна, координатор города Сарапун. Так что разрешите вам вручить. Здесь я сделала небольшую вам над... Большое спасибо вам. Так что разрешите вам вручить. Спасибо. Самое дожное пожелание вам, вашим сотрудникам. Спасибо большое. А что доброго позвивания? Так, Пенечка. Спасибо большое. И все-таки у нас еще не все высказались. Вот однокурсница Федора Тере Теодора хочет сказать. Здравствуйте. Кличка, конечно, у него Теодор Федя среди студентов. Но он сегодня прикрылся математикой почему-то. А, конечно, он преподаватель Института связи. И 60 лет ты преподавал. Конечно. И кончил радиофакультет. Конечно, когда я была у них и видела все это, в семье часто бывало. Бегали даже. Андрей за нами бегал и стрелял в нас, как ты помнишь. Теодор Эрнестович. Эрнест Теодорович и Теодор. И мама Натальи Петровна это прекраснейшие, добрейшие люди. Как было приятно бывать в их семье. Уют. Книги. Рояль. Эрнест Теодорович воспитал троих детей. Прекрасную Ирину. Она была замужем за полярником. Людмилу, которая была на телевидении главным редактором музыкальных программ. У них стоял рояль, всегда около рояля цветы. Все было очень приятно. Интересные вещи рассказывал мне. Муж был журналист, поэтому когда собирались, все было весело, все было прекрасно и все было очень доброе. Хочу сказать, что у них я всегда говорила, Наталья Петровна, какие у вас красивые занавесочки. И вдруг я у них вижу огромнейший абажур. А тогда увлечения были у всех. Ну, я жила, мы жили 300 метров друг от друга, там с Каманином в одном доме, то-се, и у всех же Хрусталь, у всех то-се. И вот я прихожу, вдруг у них абажур, и он обтянут такой красивой материи, простейшей, и такая вот рюшечка, и огромный абажур. Я говорю, откуда же этот абажур? И мне Теодор говорит, иду я мимо помойки, и вдруг вижу, валяется остов этого абажура, и говорит, я думаю, сейчас мне надо как-то незаметно его взять. Вот я, говорит, один раз прошел, посмотрел, как он лежит, как я буду это делать, потом иду назад, смотрю, народу особенно нет, я взял этот абажур принес, и вот Наталья Петровна, она была красивейшей женщиной. Еще вам скажу один секрет. Я знаю, что когда были приемы в Кремле, за ней ухаживал Сталин. Так, он любил с ней станцевать, он любил, она была красавицей. Ну вот, Теодор, но ты все-таки радист, и хочу сказать об его сыновьях. Тоже Эрик-то, Эрнест Теодорович есть продолжатель, тоже, конечно, все мы связисты, и Эрик, ну, сейчас уже цифровая техника, поэтому он, можно сказать, айтишник, занимает очень хороший пост, работает, конечно, со связью. И еще дорогие полярники, я преподавала цифровые системы передачи в Институте связи, теле, всю телепрограмму. И хочу сказать, что огромное спасибо, сейчас ведь прокладывается волоконно-оптическая линия по Ледовитому океану Тереберка, это вот вы про Мурманск, а сейчас еще севернее есть Тереберка, и от Тереберки идет 11 волоконно-оптических станций, ну, станций, которые преобразуют сигналы, и, конечно, там будет развиваться и будет развиваться и промышленность, и все. Тереберка, Диксон, так далее, и до Владивостока 11 станций. Это очень большое нам даст, большое нам даст американцы ждут, потому что эта линия уменьшит передачу сигналов в три раза. Сейчас волокно идет по Суэцкому каналу, вы знаете, огибает Африку, линии рвутся, а сейчас цифровой сигнал в три раза быстрее будет передаваться Сингапур и прочее. Главное, у нас пять этих, где у нас происходят деньги-то, пять бирж, и самое главное, быстро передавать сигнал между этими биржами. так вот нашу эту линию ждут все, она уже заканчивается, скоро она будет во Владивосток, в Китай и так далее, потому что передача сигнала в наносекундах, конечно, уменьшится в три раза, а биржовые работники этого ждут, и мы будем сдавать эти линии, конечно, под денежки, ну, и начнется освоение этого севера, и, конечно, благодаря полярникам огромное вам спасибо. Ну, кроме того, у нас сейчас еще прокладывается, я уж вам скажу, чтобы знали, вдоль нашей Транссибирской магистрали тоже оптическая линия, называется Черная там связь будет, там ставят, разрешим ставить свою аппаратуру иностранцам, чтобы они знали, что не мы там что-то шуруем, вот, и поэтому тоже Транссибирская тоже уменьшает сигнал, распространение сигнала три раза по сравнению со всеми оптическими линиями. А внуки Эрнеста Теодоровича, ну, Коля у нас врач, а Эрик, он у нас тоже закончил институт связи и тоже хороший связист. И ты тоже, Теодорчик, ты тоже радист, а с математик какой-то, ну, математик, вот я смотрю у нас столько здесь интересных людей, я бы никогда не вырвала микрофон у этой замечательной женщины, если бы нас не подгоняло время. Я думаю, что нам надо просто чаще встречаться и говори, и поэта самое, да, и вот у меня еще два человека просят слова. Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Спирова Екатерина Валентина, я являюсь президентом общества дружбы Италия-Россия, победителем международного конкурса лидер народной дипломатии, членом российско-военного исторического общества, и также мы очень много сотрудничаем с российским историческим обществом, с Певневым Константином Николаевичем, в том числе по теме 95 лет Умберто Нобиле, сейчас проходит юбилей Умберто Нобиле, огромнейшее вам спасибо за замечательную фотографию, мы пока сидели на конференции, связались с родственниками Умберто Нобиле, прислали им фотографию, они передают вам как раз-таки пламенный привет, и выражают огромную благодарность, потому что в Италии также существует проект, который называется память поколений, цепь поколений, в который привлекается молодежь, и также в Италии существует также ассоциациям потомков дирижаблистов, которые также сохраняют память. Меня зовут Никишкина Наталья Борисовна, я являюсь президентом Московского комитета общества Данте Алигьери, и мы одной из основных направлений ставим исторические темы, которые связывают Италию и Россию. И когда мы сегодня говорили о Бернесте Теодоровиче Кренкеле, конечно, я залезла в библиотеку своего отца, а у меня потомственные авиаторы все, авиация, сама я выпускница Московского авиационного института. И, конечно, мы, когда говорим об образовании, многое начинается с семьи. Вот те книги, наверное, которые находятся в каждой семье, а я уверена, что в ваших семьях это книги, посвященные и Челюскинцам, и Полярникам, и не возникает вопрос у детей, кто такой Кренкель, кто такой Папанин. У меня такого вопроса тоже не возникало. И книга Кренкеля занимает почетное место, хотела его даже сегодня взять, не знала, что будете вы. Но самое главное, это, как сказала Екатерина, это преемственность поколений. Те статьи, которые мы пишем в Авиасоюз, и в этом журнале есть статья, посвященная 95-летию экспедиции Умберто Нобили, а сегодня мы видели как раз замечательную фотографию Умберто Нобили и Кренкель. Вот действительно это связь стран. Связь стран невозможно разрушить, если мы будем помнить историю. И тот же Умберто Нобили писал, уже будучи в Италии, о челюскинцах он узнал и сказал, что, конечно, я бы обязательно отправился на спасение экспедиции. Вот. Поэтому я хотела вручить журнал вам. И добавить, что все наши проекты проходят по линии народной дипломатии. сегодня народной дипломатии является ключевой. Радист Чузеппе Бьячжи. Чузеппе Бьячжи, да. Он же как связался с Николаем Шмидтом? У него поломано все было. Радист, значит, еще раз, как Чузеппе Бьячжи. Бьянки или Бьячжи? Бьячжи. Значит, сломана радиопаратура и что делать? связь нужна. Вот Николай Шмидт услышал. А почему он услышал? Потому что Джузеппе в качестве сопротивления к передатчике использовал грифель от карандаша. Все, спасибо. Да, это действительно так. И Джузеппе Бьячжи тоже мы на связи с внуком Джузеппе Бьячжи и Николаю Шмидту. Вот что очень приятно, в этом году, летом мы были на установке памятной доски Николаю Шмидту. А итальянцы в этом году выпустили книгу, где очень большая часть посвящена именно радистам, посвящена Николаю Шмидту. Они о нем помнят. Книга будет переведена, естественно, на русский язык, а часть, посвященная радистам, уже есть, потому что мы совместно работали. Как только книга будет, мы обязательно с вами свяжемся и скажем. И очень важно, что снимаются фильмы. И, конечно, огромное спасибо Борису Григорьевичу Дворкину за вот этот проект «Неизвестные герои Севера». Мы всех преподавателей, с которыми работаем, вот мы направляем на эту выставку. Они действительно были. И сейчас они знают, кто такой Папанин, Челюскинцы и, конечно, Умберто Добель. Спасибо. И заключительное слово представляется Светлане Болдыревой, правнучки Михаила Водопьянова. Я уже не смогла молчать, потому что столько эмоций, прям все так заряжено. Прекрасный вечер в очередной раз показывает, что сколько бы мы не встречались, мы не можем наговориться, мы не можем не почувствовать, насколько вот эта взаимосвязь невероятная существует между нашими предками, что они, как выясняется, хоть где-то, когда-то, но каким-то образом пересекались. Для меня сейчас опять сарапольская история была удивительной, потому что, наверное, многие знают, что Михаил Васильевич начинал свою службу в дивизионе воздушных кораблей Илья Муромец, и там, так сказать, занимался просто работой, подвозил бензин к самолету, поэтому вот сейчас для меня это прям удивительная была новость, и я хотела еще сказать, что очень интересно, что как раз Кренкель, получается, был, Михаил Васильевич вывез его вместе с Ивановым и Бобровым последним из лагеря Челюскинцев, из лагеря Шмидта, и об этом он в книжке пишет, и я хотела отметить, что как раз, наверное, Кренкель именно там, в этом эпизоде, мне почувствовалось, что Кренкель был с очень интересным чувством юмора, и об этом многие говорили, и как раз Михаил Васильевич пишет о том, что когда летели, он был с таким очень недовольным лицом, и сказали, ну а что ты вроде, что ты не радуешься, ну еще бы, посидел бы у тебя на коленях такой дядя, как Бобров, поэтому в этом плане их юмор тоже спасал, и вот с Михаилом Васильевичем, значит, они, получается, последние покинули лагерь Челюскинцев, а да, а на Северный полюс наоборот, прилетели первыми, тоже с Михаилом Васильевичем, и тоже тогда уже была проблема там небольшая, да, с установкой радиостанции, и сообщением о том, что впервые в мире самолет достиг Северного полюса, и да, да, и я хотела еще сказать очень вот коротко о том, что очень замечательно, что у нас сейчас собрался комитет потомков, и мне выпала честь, в том числе, в нем тоже активно принимать участие, и я думаю, что мы совместными усилиями, если нас еще больше как-то сплотит понимание, что мы должны это делать, мы еще свернем горы, и, конечно, достойно отметим 90-летие учреждения звания Героя Советского Союза, и достойно отметим 90-летие Челюскинской эпопеи, каждый в это внесет своих плат, насколько может, и еще хочу вам сказать, что, наверное, как мне кажется, так как я очень много сейчас встречаюсь с детьми и с молодежью, вы знаете, интерес к этой теме, интерес к первым героям, к полярникам возрос, и это в основном дети 10 лет, то есть это как раз, мне кажется, дающие надежду дети нам на то, что у нас будет больше знаний, вернее, у них будет больше знаний, ну, а мы им в этом поможем, и спасибо всем большое за замечательный вечер, день вернее, я уже боюсь, что меня с работы скоро выгонят, потому что я без конца на каких-то мероприятиях, посвященных полярной теме, но и на работе уже люди заинтересовываются, это тоже мне очень нравится, потому что это какая-то тоже народная дипломатия, мы все больше узнаем друг о друге, и нам интересно друг с другом, спасибо еще раз всем. Мне, как ведущей, по протоколу требуется сказать, что мероприятие закончено, спасибо всем, кто пришел, еще раз поздравляем семью Кренкелей, прежде всего, со 120-летием рождения отца династии, вот, и всех приглашаю к совместному фотографированию, и надеюсь, что это мероприятие не последнее, по плану в комитете и у отдельных людей громадье, за каждым человеком из 104-х челюскинцев или 112-ти, как было-то вначале, стоит своя история, за ней и фотографии, и фильмы, и книги, поэтому у нас есть о чем поговорить, что показать, и есть повод для встречи, а сейчас, пожалуйста, руководите. У меня просьба, задние ряды, вот нужно, чтобы встали, а передние два ряда могут сидеть, у нас, и если возможно, вот с края пересесть в центр поближе, передвинуться к центру, вот задние ряды, а то очень там у нас свободно, Владимир Семенович, попрошу, здесь вот место есть, да, да, присядьте, пожалуйста, у нас, вы у нас один такой, у нас больше нет, лучше поближе к центру, Который Анастасович, нет, нет, сюда мы, Продолжение следует...